добрый день друзья мои далекие и близкие с вами не на кусман на моем канале я вам рассказываю о нашей жизни в германии в данный момент опять случился очередной мировой кризис пришел он откуда не ждали думали что оттуда приходят только посылки с дешевыми товарами поездили с андреасом по окрестностям по магазинам насняла материала смонтирую несколько видео покажу в последнее время на канал в ю тубе к нам присоединились новые подписчики и для вас небольшой экскурс я не так давно живу в германии и до последнего времени буквально до последних двух недель я думала что я все-таки живу на две страны сюда я приехала из города санкт-петербург а здесь я замужем за местным западно германским немцем он родом из-под дюссельдорфа зовут его андреас живем мы на юге германии недалеко от боденского озера в окрестностях города фридрихсхаффен мой муж здесь живет уже 12 лет сюда он переехал по каким-то своим рабочим моментом здесь было больше работы и она оплачивалась выше за 12 лет ничего не поменялось у мужа своя небольшая строительная фирма и время от времени я ему составляю компанию в посещении строительных магазинов в этот раз мы приехали в город бат вальцеи за что я и люблю строительные гипермаркеты что здесь очень много сопутствующих товаров для декора цветочков очень много всегда такая же ситуация обе или в кауфмаркте этот магазин называется бау-маркт от темы уже томаты я единственная в маске с перчаткой алё кто там кашляет на меня смотрел улыбается у меня просто нету слов народ на меня посмотрел и улыбается как специально выставили до для того чтобы антисептики сюда навис магазин полупустой но это не из-за карантина магазины такие же огромные как у нас санкт-петербурге например ли по всей россии в больших городах но людей в сотни раз меньше из строительного гипермаркета раз уж мы были в этом городе мы заехали в продуктовый потому что мне нужно было картошка пару раз по телеку я видела что картошку сметают рис макароны какие-то другие продукты специально здесь прошлась по полкам картофеля было несколько вариантов несколько сортов кстати на входе от меня прям реально шарахнулся мужчина достаточно пожилой потому что я была в маске этот городок санатор на курортный мы когда-то здесь были в санатории с андреэсом может быть они телевизор не смотрят может быть они вообще ничего не знают о вирусе по крайней мере не отсутствие продуктов никакого ажиотажа мы здесь не обнаружили дело шло к закрытию магазина правда правда цены в этом магазине на порядок дороже чем например в лиду этот магазин называется эдека мне нравится сеть этих магазинов у них необычайный выбор разнообразный всего всего мы живем в пригороде маленького городка до любого магазина до любого дешевта нужно ехать на машине ближайший магазин к нашему дому это лидл он мне напоминает наши дикси и пятерочки какие-нибудь верные я не знаю вот типа таких наших магазинов питерских короче магазин эконом-класса эдека конечно более интересной по выбору товара магазин такие русские полки есть тоже в кауфландии итак друзья мои что в итоге прогулялись мы по двум магазинам строительному гипермаркету и продуктовому не обнаружили никаких очередей не отсутствие определенных продуктов до не было туалетной бумаги ну скорее поставщики во всем мире не были готовы к такому ажиотажу мы кстати тоже запаслись продуктами которые мы используем ежедневно но по той только причине чтобы ежедневно не ходить за ними в магазин в нашей семье обязательно должны присутствовать ежедневно кофе молоко на всякий случай мы купили сливки и пару пакетов молока длительного хранения хотя я его вообще никогда не пью но для кофе подойдет или мало ли вдруг я захочу сделать суп пюре и мне понадобится молоко до новых встреч подпишитесь на наш канал нажмите на колокольчик таким образом увидите новые видео берегите себя и пока пока